Здравствуйте! Я Питер Цукахира. И на этом занятии мы будем говорить о том, почему Израиль важен для Царства Божьего. Когда Бог взыскал тот народ, который стал бы примером для остальных, Он не стал переделывать уже существующие нации. Он построил новый народ с нуля. Из одного человека, из Авраама, Он создал народ. И много лет спустя, когда Бог провел этот народ к свободе, через Красное море из египетского рабства, Он встретил их в пустыне в их растерянном, бездейственном виде и обратился к ним словами, записанными в 19 главе книги Исхода. Итак, если вы будете слушаться глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым. Такими были слова, которые Бог проговорил детям Израиля в пустыне. Вы будете у Меня царством священников и народом святым. Это означает, что Бог становился царем Израиля, и Израиль становился его образцом Царства Божьего. Быть царством священников означало то, что в этом царстве никто не оказывался случайно. У каждого есть определенная роль и особое предназначение в Царстве Божьем. Быть святым народом означает с самого начала Божьего видения о Его Царстве. Оно понималось как целостное общество, в котором каждый имеет определенную роль в этом царстве. Некоторые люди в Божьем Царстве призваны заниматься религиозной деятельностью, но только некоторые. Когда Бог правил Израилем как царь, то из 12 колен Израилевых определил для религиозных функций только одно. Остальные 11 колен нужны были для осуществления других общественно важных функций, и Бог для этих занятий обеспечил их дарами, способностями и необходимыми ресурсами для исполнения тех ролей. Божье Царство всегда было целостным обществом. Что стало с Израилем там, в пустыне, после того, как они стали царством Бога? Они блуждали по пустыне еще на протяжении целого поколения, а затем, под руководством Иисуса Навина, они вошли в землю, обетованную Богом для них. Они завоевали эту землю, заселяли ее, и впервые за все это время начинали свое существование как более-менее нормальный народ. Теперь у них был закон и было правительство, и была земля для жизни на ней. Они стали сеять и пожинать урожай, они начали процветать, и невероятно, но так говорит Библия им, надоело то, что Бог их царь. Да, народу Израиля наскучило быть царством Бога. Библия говорит, что они посмотрели на другие народы и возревновали, потому как у тех народов царями были люди, у них были дворцы и красивые почетные караулы. Там говорится, что народ Израиля пришел к пророку Самуилу, который на тот момент являлся духовным лидером нации, и стали ему жаловаться. Они сказали, мы несчастны из-за такого порядка вещей, когда нашим царем является Бог, невидимый царь. Мы хотим царя человека, так, чтобы мы были подобны народам, окружающим нас. Самуил спорил с народом, он пытался убедить их, что это нехорошая идея, но, в конце концов, под давлением людей он взмолился Богу. И тут, в первой книге царств, восьмой главе, мы можем увидеть отчет об этой беседе. Первая книга царств, восьмая глава, стихи 6 и 7. «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Так, в одни Самуила народ Израиля отверг царство Бога, и вместо Бога на царстве престола они получили земных царей. Существует как минимум шесть книг Библии, освещающих период истории царей Израиля, но я думаю, что смог бы свести все их содержание всего к нескольким словам. Цари-люди принесли катастрофу Израилю. Среди всех этих царей, вплоть до времен Ешуа, только один был на самом деле великим. Все же остальные были тем или иным образом скомпрометированы или потерпели поражение. Первый царь Израиля, первоземной царь Израиля, Саул, потерпел поражение из-за того, что отказался полностью подчиниться Богу. Второй царь Израиля, царь Давид, был прекрасным царем. Великим царем Израиля Давид был потому, что в своем сердце он всегда стремился быть малым царем, чтобы по-настоящему великим был Бог. Библия говорит, что он был человеком по сердцу Божьему. Но после Давида приходит на царство его сын Соломон, который поднимает царство Израиля на небывалую высоту с точки зрения процветания, богатства и влияния, но позже его сердце отдаляется от Господа, и из-за множества жен его он впадает в идолопоклонничество и начинает поклоняться чужим богам. В результате такого поведения, после его ухода, царство распадается 10 племен на севере и 2 племени на юге, а между ними разгорается гражданская война. В соответствии с Библией, у 10 племен ни разу не появляется хороший царь. Один злой царь сменяет другого. Там царствует коррупция, идолопоклонство, политические интриги и покушения. И, наконец, северное царство слабеет настолько, что его поражает враг. Их завоевывают ассирийцы. Плененный народ северного царства исчезает со страниц истории вплоть до наших дней. Два южных колена Иуды и Вениамина просуществовали дольше, на несколько сотен лет. Скорее всего, из-за реформ, которые они претерпели. Такие цари, как Языкия Хисиягу или Иосия Яшиягу, в определенном смысле восставляют царство. Они пытаются вновь привести южное царство под правление Бога. Но в конечном итоге и южное царство впадает в идолопоклонство и политическую коррупцию. Они слабеют настолько, что попадают в плен к своему врагу вавилонянам. На протяжении 70 лет народ, который был избран в качестве Божьего царства, не имеет возможности как-либо действовать. Вот что пишет пророк Иезекииль, который пророчествовал во времена вавилонского пленения. Пожалуйста, прочитайте со мной 20 главу книги Иезекииля, стих 33. Вот что Бог говорит через этого великого пророка во времена вавилонского плена. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертую, и излиянием ярости я буду господствовать над вами». Видите, каково стремление Бога к своему царству. В его сердце по-прежнему живет мечта о его царстве, исполненном мира и процветания. Вы можете слышать эту мучительную тоску Божьего сердца в словах его пророков. После 70 лет плена вавилонии, малый остаток еврейского народа возвращается под руководство таких людей, как Ниемия, Нихемия, и Ездра, Эзра. В соответствии с Библией, это возвращение было отнюдь нетриумфальным. Только часть из этих людей смогла вернуться, и они приложили максимум усилий, чтобы восстановить стены Иерусалима и поднять из руин разрушившийся храм. Но Библия говорит нам, что старейшие люди, среди них, те, что помнили славу прежнего дома, плакали от разочарования. И народ Израиля, несмотря на то, что он только вернулся из плена, по-настоящему свободным, так и не стал снова. Их порабощали вначале персы, затем они жили под греками и, наконец, под властью Римской империи. Это означает, что варварские законы языческих народов управляли народом, некогда бывшим царством Бога. Израиль, однажды бывший Божьим царством, стал маленьким, незначительным вассальным государством, над которым правят варвары-чужеземцы. Конечно же, на протяжении этого времени люди, помнившие славу первого Божьего слова к ним в Библии, конечно же, они должны были плакать в отчаянии и покаянии, просить у Бога прощения ошибок их отцов, которые отвергли царство Бога, заменив Его правление земными царями. Конечно, они просили Бога вернуться, посетить их снова, но во всех грядущих поколениях глаз Божий так и не прозвучал, пророческого откровения не последовало. На самом деле, мы знаем, что практически 400 лет прошло между Старым Заветом и Новым Заветом. Но затем, в соответствии с пророком Исаия и Ишияху, люди, некогда ходившие во тьме, увидели великий свет, и в Галилее поднялся человек, человек, наделенный силой Божьей. С такой силой люди не сталкивались еще ни разу за свою историю. Этот человек мог сказать одно слово, и слепые вновь могли видеть. Он мог протянуть свою руку, и хромой начинал ходить. Он мог умножать пищу для толпы народа. Он мог ходить по поверхности воды. Сначала за ним ходили тысячи, потом десятки тысяч. Они приходили со всего северного региона, и даже с тех мест, которые сегодня мы называем Сирия и Ливан. И он не только творил чудеса, у него было послание для народа. Он обращается к народу Израиля. Что же он говорит? Он говорит, слушай, Израиль, покайся и обернись от дел своих, измени пути свои, ибо вот Царство Божье тут. Конечно же, народ Израиля понимал, что это не какое-то новое послание для них. Они верили, что этот человек с его силой вернет правление Бога всему народу. Он восстановит их общество. Он вернет обетованное им в Писаниях. Они хотели провозгласить Ешуа царем. Что, если бы у вас была возможность остаться наедине с Богом всего на пять минут и задать Ему только один вопрос? Согласитесь, это был бы невероятно важный вопрос. Я упомянул об этом по той причине, что у учеников Ишуа были пять минут наедине с Ним. Последние пять минут, которые они провели с Ним на земле, прежде чем Он вознесся на небеса. И в течение этих минут они задали Ему один вопрос. Это был наиболее важный вопрос, наполнявший их сердца. Самая жизненно важная вещь, которую только они могли спросить Его. Это записано в книге Деяния, 1 главе, 6 стихе. Там говорится, «Итак, собравшиеся вместе, они спрашивали Его, Господи, не в это ли время восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Это были не невежественные рыбаки. Эти люди были Его личными учениками в течение более трех лет. Они были свидетелями всех Его учений, всех Его чудес. Они видели Его смерть на кресте. Они также были свидетелями Его воскресения. Они были стопроцентными верующими Нового Завета. И вот что они спрашивают, «Вернешь ли Ты свое царство вновь нашему народу?» Давайте на минутку взглянем на Его ответ. Стихи 7 и 8. «И Он сказал им, «Не вам знать времена и сроки, которые Отец установил Своею властью, но вы примите силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли». Он сказал им, что они примут силу от Святого Духа, чтобы быть свидетелями этого царства. Он не сказал им «нет», но Он и не сказал им, когда именно будет восстановлено Царство Израиля. Я думаю, что если бы Он им сказал, что пройдет еще 2000 лет, они были бы в глубокой депрессии. Но сегодня мы с вами видим, как Царство Бога начинает восстанавливаться даже здесь, на земле Израиля. Позвольте подвести итоги. Израиль был избран Богом быть образцом Его Царства. Он основал Израиль как Царство Бога, как святой народ Царства священников. Израиль отверг Царство Божье во дни Самуила и взамен получил правление земных царей. Люди-цари были катастрофой для Израиля и привели Его в пленение. На протяжении 70 лет пленом в Вавилоне Царство Божье не могло функционировать. И после того, как люди вернулись из Него, они так больше и не обрели свободу. Но затем, через несколько веков, в Галилея поднялся Ешуа, проповедуя, уча и демонстрируя Царство Божье. И Он послал Своих учеников по всему миру, наделив их силой Духа Святого, возвещать миру добрую весть о том, что Царство Божье снова придет на эту землю. И мы с вами сами являемся свидетелями этих вещей. Восстановление Царства Божьего после стольких лет для наций и народа Израиля. Вот почему Израиль так важен для нашего понимания Царства Божьего сегодня. Переведено и озвучено студией Оазис Медиа. Наш сайт oasismedia.tv